Массовое отравление учеников 9-й гимназии. 73 школьника сегодня не пришли на уроки, сославшись на расстройство желудка. Двоих даже увезли в больницу в состоянии средней тяжести. Из-за кишечной инфекции в элитном учреждении объявлен карантин как минимум до среды. Расследование ведут не только санитарные врачи, но и прокуратура. Екатерина Деменчук подробнее. Дальше порога в гимназию не пускают ни учеников, вернувшихся с экскурсии, ни журналистов. На шестом уроке школьникам объявили, что в здании объявлен карантин и попросили всех с портфелями на выход. Выяснилось, что здесь случилось массовое отравление. Несколько десятков учащихся еще накануне почувствовали себя плохо и сегодня не пришли на занятия. В 5 утра буквально написал мне мой друг, что он, скорее всего, не придет, потому что он отравился. Но потом я ему позвонил, спросил, что случилось. Он написал, что у него рвота и температура небольшая. И так несколько моих одноклассников и несколько ребят с параллелью заболели. Сейчас пострадавших от кишечной инфекции уже 73 человека. Они учатся в разных классах. Почти все лечатся дома, двое старшеклассников в больнице. Гимназисты грешат на еду, но точно определить источник не могут. Ведь среди отравившихся, говорят, есть и те, кто съел комплексный обед, и те, кто купил лайт-вариант в буфете. Я вчера ела, давали картошку с мясом, пашеную капусту, она была вполне съедобная, вкусная. Я себя чувствую нормально, поэтому я думаю, что это в связи с тем, что люди ели в буфете, столовой. После ЧП с проверкой в школу приехали все надзорные органы. Роспотребнадзор, прокуратура, прибыли специалисты управления образования и исследователи. Ревизоры будут изучать не только еду, но и посуду, а также санитарные книжки педагогов и работников пищеблока. Отбирают пробы необходимые, проверяют партию пробную, то есть вчера, которые были экземпляры продуктов, их в лабораторию. Берутся объяснения, выясняются поставщики, кто посредственно поставлял товар. Выясняется обстоятельство, откуда все это произошло. Результаты исследований станут известны в понедельник. К этому времени школу должны отмыть сверху донизу. Дистинкционные мероприятия проведены в каникулы буквально. И, соответственно, сейчас тоже будут проведены все усиленные дистинкционные мероприятия. Привлечения мы в классах, в помещениях и тем более на пищеблоке. Точный диагноз тоже назовут уже на следующей неделе. Пока в школе говорят лишь о некой инфекции. До понедельника уроки здесь отменили. Детей перевели на дистанционное обучение. Екатерина Деменчук, Алексей Богданов. Главные новости Екатеринбурга. Главные новости Екатеринбурга.